Сгромила банду изготовителей и распространителей детской порнографии. В результате спецопераций задержаны десятки человек. Некоторые держали детей в сексуальном рабстве. Выйти на преступников удалось через закрытый интернет-форум. Там преступники общались и обменивались отснятыми материалами. Репортаж Елены Ерофеевой. Он шёл домой в квартиру на 1-й Дубровской, когда оперативники Мура взяли его в тиски. В закрытый интернет-клуб педофилов дверь теперь была открыта. В его компьютере сотни детских порно-снимков, задержанные на Дубровке. Молодой человек рассказывает, по интернету познакомился с педофилом из Чувашии и ездил к нему в Чебоксары, где они вдвоём насиловали несовершеннолетнюю девочку. У меня самый тихий, спокойный пацан, мужик, пацан. Вы мать? Мать, да. Они все тихие и спокойные, многие одинокие в возрасте за 40, но ещё ни разу не женатые. Среди них представители благородных профессий. Педагоги, тренеры спортивных секций. Детей снимали дома, на занятиях. Новинками делились на форуме. В ходе операции, которая продолжалась несколько месяцев, удалось задержать организаторов, а также несколько десятков активных участников форума. И вызвали детей из сексуального рабства. На оперативном видео лица задержанных замазаны. Ни имён, ни фамилии полицейские не называют. Ведь теперь самое главное доказать причастность этих людей к преступлению. Громкое уголовное дело «Голубой орхидеи» помнят все оперативники. В конце 90-х в Америке это был популярный среди педофилов сайт детской порнографии. Создателями контента оказались россияне. Владелец студии Всеволод Солнцин Эльби, педофил, называвший себя режиссёром Тимофеев и ещё четыре человека. Актёра, оператор, продюсер. Фильмы снимали в России. Во время обыска милиционеры обнаружили 588 кассет с пикантным видео и отправляли в Штаты по 150-200 долларов за штуку. После совместной операции американской таможни московского уголовного розыска в США 2000 зрителей-извращенцев сели в тюрьмы, получив от 20 лет и выше. В России Солнцев Эльби и его сообщники были приговорены к одному году колонии-поселения, да и то вскоре вышли по амнистии. И это общая практика. Педофилы в России редко получают сроки больше 5-7 лет. «Преступления, когда они доходят до суда, превращаются в незначительные правонарушения, за которые зачастую даже не назначается наказание». Расследование по интернет-клубу педофилов продолжается уже три года. Распутать систему паролей, допусков и псевдонимов было нелегко. Задержаны 25 человек. Но вот какие они получат сроки – большой вопрос. Елена Ерофеева, Евгений Скалова, Олег Добин. Вести. Продолжение следует...